здравствуйте уважаемые соотечники я начинаю свой прямой эфир прошу подтвердить что меня хорошо слышно спасибо Итак, сегодня мы обсуждаем итоги митинга 10 мая, обсудим, какие цели достигнуты, какие цели следует обозначить на конец мая. Нам необходимо поговорить о задержаниях, договориться о наших действиях в связи с этим. Я коротко расскажу, что происходит в мире в связи с тем, что организовывал митинг ДВК. Ну и короткие комментарии по миссии Европарламента, потому что очень много звучит вопросов. Я шаг за шагом постараюсь все откомментировать. Но прежде чем начинать этот прямой эфир, я хотел бы проинформировать. Дело в том, что наши казахские власти радостно объявили, что вот там в Кыргызстане кого-то задержали, все прочее. И в частности вопросы звучат по Руслану Тойше. Руслан Тойше все в порядке, никто его не задержал. Так что я знаю, что его друзья ищут, знакомые его ищут. У него с ним все в порядке, он под надежной защитой. Так что не переживайте за него, все в порядке одним словом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, я хотел бы начать комментировать итоги митинга. Мы еще не имеем точную информацию о количестве задержанных. Дело в том, что очень много таких произвольных было задержаний. И по нашим оценкам, именно общее задержание только в Алма-Ате. В реальности около 150 человек только задержали. Только в Алма-Ате. А похоже, что в Астане количество людей, которые были на митинге, было больше. Если посмотреть просто зрительно на видео, то на самом митинге было не менее 200 человек более. И еще разные люди в разных местах стояли. Непонятно было, они пришли специально или выжидают. И большое количество людей не смогло пробиться. Их заблокировали на подступах. Поэтому у нас точной информации нет. Я знаю, что в разных городах по 50, по 20, по 30 задерживают. Разные источники говорят, что якобы задержали всего 80 человек. Но то, что у нас есть информация, видно, что суммарно задержано минимум 200 человек по Казахстану. Но и многие были отпущены. Кто-то подвергся административному штрафу. Кого-то задержали на несколько суток. И поэтому мы просим, чтобы вы сбрасывали админам более точную информацию. Потому что мы не можем собрать объективную информацию более-менее точную. Я теперь бы что хотел сказать. Что на самом деле, конечно, я уже озвучивал. Митинг был, я считаю, удачный. И эти митинги показали, что лидеров никто не назначал. Они сформировались прямо на месте. Люди выходили с плакатами. Люди четко озвучивали лозунги. Были журналисты. Сами участники и со стороны люди снимали очень качественно и грамотно. Видео у нас достаточно много. И мы шаг за шагом их будем публиковать. То есть мы сделали очень важный шаг к тому, чтобы продемонстрировать, что наше общество в состоянии самостоятельно проводить митинги. Не нужно никаких-то лидеров назначать. Люди сами в состоянии самоорганизоваться. Это очень важное было, скажем, явление нашей жизни именно за многие годы. Это, наверное, первый такой показатель. И в этом смысле митинг, я считаю, удался. И вы, наверное, все анализируете чат. Я с удовлетворением отметил, что наши сторонники, которые сидят в чате, комментируют, пишут, все воодушевлены. Да, есть разные проблемы. Я считаю, что в масштабах того, что мы планируем сделать и добиваемся, эти трудности будут, и они небольшие, мелкие. И многие из вас должны через это пройти, потому что борьба без царапин, без каких-то проблем не бывает. И мы сейчас их обсудим, но я хочу сказать, какие цели мы достигли. Во-первых, я хочу сказать, что мировые средства массовой информации очень быстро среагировали на те события, которые происходят в Казахстане. Более того, Казахстан попал в сферу сейчас внимания международных средств массовой информации, международных крупнейших правозащитных организаций. Мы попали в сферу внимания известных стран, ведущих стран мира, Европы и США. То есть фактически сейчас Казахстан в фокусе. Все поменялось, и мы поменяли это все фактически за один день. Мы поменяли именно 10 мая, продемонстрировав, что наше общество не спит и готово действовать. Вы, наверное, в курсе. Я вот только сегодня, недавно поставил пост, но реально это заявление вышло вчера. Одна из крупнейших в мире международных правозащитных организаций, Human Rights Watch, распространила заявление. И суть заявления звучала так, что Европейскому Союзу и Соединенным Штатам следует призвать власти Казахстана обеспечить соблюдение прав человека в стране и прекратить преследование граждан за критику в адрес властей. И, в частности, правозащитник Мира Ритман заявила о том, что партнерам Казахстана, в частности, Европейскому Союзу, который вывел отношения с Казахстаном на новый уровень, а также Соединенным Штатам, обратить внимание, которые давали высокую оценку Казахстану за его, в кавычках, приверженность к демократии и свободе слова, следует изменить свои мнения. Данным странам следует призвать казахстанские власти покончить с нарушением прав и свобод граждан. То есть крупнейшая в мире правозащитная организация заявила, что в Казахстане явные нарушения прав и свобод граждан. Вот теперь каждый из вас может сделать вывод, сумеет ли режим Назарбаева рассказывать сказки евродепутатам, сумеет ли убедить миссию, которая приезжала в Казахстан 10 мая, в том, что Казахстан идет на пути демократии, все шикарно развивается. После заявления Human Rights Watch это сделать не сможет никто. Даже полпарламента приедет в Казахстан, и с утра до вечера их будут там перед ними танцы танцевать, никто в мире больше этому не поверит. И Соединенные Штаты, и Европейский Союз получили четкий сигнал от Human Rights Watch. Когда у меня спрашивают, а что сказали европейские депутаты, или что скажут, какое их мнение, я скажу так. Сейчас мнение вот отдельных там депутатов, которые приехали, там глава миссии из Латвии, которая там маневрировала, пыталась дипломатически какие-то реверансы в сторону казахской власти делать, это все уже не имеет никакого значения. После заявления Human Rights Watch позиция будет очень четкая и у Европейского парламента, и у Европейского Союза, и у Соединенных Штатов Америки. Это самая авторитетная международная правозащитная организация. И еще, когда мне здесь задают вопрос, что сказал Европарламент, я хочу вам напомнить и проинформировать, что в Европарламенте 705 депутатов. Поэтому, когда Европарламент что-то говорит, это происходит в виде декларации, заявлений, резолюций. То есть есть механизм определенный, который принят, бюрократический механизм. Вот там около 10 депутатов, которые приехали в Казахстан, это говорит, что что сказал Европарламент, это некорректно. Это была миссия, которая провела встречи с казахскими депутатами, с правительством. Они послушали, встретились с представителями Гражданского общества Казахстана, набрали какие-то материалы, уехали, приедут в Брюссель, будут анализировать. К ним пошли много писем и разных обращений. Затем они будут делать доклад в, собственно, самом Европейском парламенте. Поэтому ожидать, что Европейский парламент за один день что-то успел сделать, сегодня суббота, а депутаты были 10-11 числа, поэтому, ну, вы, скажем, преждевременно хотите, чтобы услышать заявление Европарламента. Это будет не быстро. Но я уже вам заранее говорю, что выводы Европейский парламент сделает такие, которые уже сделаны правозащитной организацией Human Rights Watch. Уже. И агентство Reuters международное передало о том, что происходило внутри страны. Хороший репортаж сделало радио Свобода Азаттык. Настоящее время. И все они единогласно говорят, в Казахстане нарушаются права человека. Казахстан не исполняет международных договоров, подписанных с европейским сообществом. Поэтому, ребята, мы добились тех планов, тех целей, которые хотели. Мы разоблачили режим. Когда у меня здесь спрашивают, кто такие Human Rights Watch, зайдите, пожалуйста, откройте мои посты на Фейсбуке, откройте ДВК в Телеграм, зайдите в Инстаграм, и там есть название организации. Забейте в Гугл, и вы получите полную информацию, что за правозащитная организация. Это крупнейшая в мире правозащитная организация. Ее офис центральный находится в Америке. И очень много ключевых решений, заявлений, каких-то решений крупнейших стран США и Европы. Даже судебные решения, связанные с правами человека, типа Страсбургский суд по правам человека, они свои решения принимают, ориентируясь на ряд международных крупных организаций. Типа Human Rights Watch, Amnesty International, FIDIH и так далее. Их там, таких организаций, не так много, так, чтобы было признано во всем мире. Так вот, Human Rights Watch это одна из ведущих, крупнейших в мире правозащитных организаций. Здесь меня спрашивает, вот была глава миссии, вот латышский представитель Латвии, она депутат из Латвии, Инна Тегригули, что мы не можем вас поставить в стенки, сказать, сделать это, мы можем только на своем примере опыт рассказать, доказать и учить заставлять это уже в прошлом. Кого она имела в виду? Она, на самом деле, имела в виду простые вещи, что Европейский парламент не может заставить Казахстан, граждан, силой делать так или эдак. Она имела в виду, что есть опыт европейских стран ведущих, есть успешный опыт развития, успешный опыт развития демократических реформ, успешный опыт развития экономики. И если наша страна хочет жить хорошо, чтобы в стране было все отлично, то нужно просто изучать этот опыт и идти следом. И она не может, говорит, заставить. Мы можем только на своем примере показать, что мы делаем и предлагает это делать нам. Вот что она сказала. Понимаете? Они приказывать Казахстану не могут. Есть только единственное соглашение между Казахстаном и Европейским сообществом. И они могут говорить, что вы не исполняете договор. Танки никто не будет водить за неисполнение договоров, как вы понимаете. Вот что она имела в виду. Танки. Продолжение следует... 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 Поэтому я, в отличие от депутатов, не являюсь дипломатом, я являюсь четким политиком, и даже был бы депутатом, я всегда говорил бы очень ясно и четко. Она мямлила, это неискренний человек, она родом из Латвии, и видно, что она пыталась якобы держать баланс, якобы соблюсти дипломатический этикет, но в реальности она пыталась подыграть властям Казахстана. Но у нее не получилось, потому что, когда она встречалась с гражданским обществом, наши правозащитники очень четко ей объяснили, дали понять, что вот такие высказывания, они недопустимые. То есть она прямо вроде не наезжала, но пыталась подыграть нашим властям, но ее быстро осадили. Продолжение следует... Поэтому я не сомневаюсь, и вы это увидите очень скоро, реакция Европейского парламента будет однозначная. Замазать глаза казахским властям не удалось и не удастся. Особенно обратить внимание, какая стремительная и быстрая реакция Human Rights Watch. Я могу сказать, что такие заявления обычно добиваются месяцами, годами. Мы ничего не делали. Я лично не обращался в эти правозащитные организации. Мы ничего не делали. Мы просто провели акции протеста, эти митинги. И сами правозащитные организации сделали выводы. И также недавно Amnesty International делала заявление по поводу Табылова, который задержали. Буквально в недельный срок она была признана узницей совести. Я могу сказать, что это о чем говорит, что международные крупнейшие правозащитные организации взяли под наблюдение права человека в Казахстане. Они делают очень быстрые заявления, очень быстро реагируют. И, собственно, не случайно приехали депутаты из Европарламента в Казахстан. Это только потому, что ситуация международная сильно изменилась, сильно изменилось отношение к Казахстану. И теперь Казахстан находится в фокусе крупнейших стран мира, правозащитных организаций и средств массовой информации. И те публикации Нью-Йорк Таймс, Рейтер, Азатых делал и другие, там очень много разных было публикаций, говорят о том, что ситуация в Казахстане с точки зрения наблюдения со стороны международных организаций кардинально изменилась. И это сделали мы, демократический выбор Казахстана, это сделали вы своей активностью. И самое важное, самое важное, мы дали надежду нашим гражданам. Я могу просто это вам продемонстрировать, зайдите ко мне на Facebook. Я сегодня поставил итоги нашего прямого эфира только на одном канале в YouTube, только на одном. А мы эту информацию, вообще собственно сам эфир, разбрасываем по разным каналам. Теперь посмотрите, я вот сейчас захожу и смотрю, только на одном канале Мухтара Блязова, да, это не мой основной канал, там других каналов много, где мы размещаем информацию. 206 тысяч просмотров, это вот буквально за один день, 206 тысяч. Это вот у нас был позавчера митинг, а сейчас здесь 6 тысяч только на одном канале. А в реальности у нас миллионные просмотры, миллионные просмотры. Я еще не считаю такие источники, как Казатык, масса блогеров, которые переставляли нашу информацию. У нас миллионные просмотры. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши люди устали и хотят перемен. Ну, вы представьте, что такое YouTube. YouTube должно быть видеоизображение, красивая картинка. А в YouTube звучит эфир с Telegram. Просто голос. Голос и ваши комментарии, которые просто письменно написаны. И у нас сотни тысяч просмотров. То есть это еще раз говорит о том, что общество проснулось и хочет перемен. И мы там просто через эти просмотры видим. У нас очень много просмотров. И это говорит о том, что у нас очень много сторонников. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Это говорит о том, что мы в этом году сможем добиться перемен, если будем активно работать. Теперь, что мы должны делать? Мы достигли важной цели. Мы разбудили наш народ. Мы создали организацию, в которой сейчас около нас 200 тысяч человек в этом чате. И теперь мы должны добиваться смены режима мирным путем, как в Армении. Но прежде чем мы к этому придем, мы должны обсудить о разных проблемах. Как мы должны действовать? Что мы должны делать? Продолжение следует... Вы обратили, что на рейтинге на самом деле было не так много людей. И вы, наверное, видели реакцию полиции. Полиция не хотела задерживать. Полиция была в нерешительности. Они были растеряны. Это результат нашей деятельности. Убеждение их в том, что они являются частью народа. И мы эту работу должны продолжить. По итогам этого митинга были задержаны десятки людей. Кого-то оштрафовали, кого-то задержали, кого-то на трое суток, кого-то на десять суток. Кого-то продолжают преследовать. Мы сейчас должны выявить, кто пострадал. Мы должны помочь этим людям разным путем. В первую очередь, здесь нужно заполнять анкеты. Я знаю, что многие из вас по разным причинам не заполняют. Кто-то ленится, кто-то, наверное, не очень понимает, кто-то не верит, кто-то просто не вникал. Но очень важно нам заполнять анкеты, передавать доверенности. И мы тогда сможем помочь именно оказать международную поддержку через правозащитные организации. В этой связи я обращаюсь и прошу делать то, что мы просили, именно заполнять анкеты. Таким образом, мы выявим, какие нарушения осуществил действующий режим. И мы должны получить поддержку и оценку международных различных организаций. Это нам нужно для того, чтобы двигаться дальше. Я изучал опыт разных стран мира, которые добились успеха. И очень важное правило, не случайно, которое действует уже тысячи лет, пока существует человек. Один за всех и все за одного. Наши товарищи на этих митингах подверглись давлению. И мы должны их уметь защитить. Когда сейчас над кем-то будут суды, будет оказано давление, мы должны уметь организовывать митинги в их поддержку. Когда начинаются судебные процессы, связанные с минно-политическим обвинением, мы должны иметь возможность мобилизоваться, чтобы приди и поддержать. Когда в 16-м году, в апреле, прошли земельные митинги в Атрал, Талгат Аян и Макс Бакаев были по итогам этих митингов задержаны. Когда начали судебные процессы, на первых судебных процессах там даже 20 человек не было. Если бы здание суда просто было окружено сторонниками, собралось хотя бы 500 человек или 1000, то власть не решилась бы арестовать. И сейчас, для того, чтобы мы могли действовать дальше, мы должны уметь сами себя защищать. Поэтому, ребята, я прошу информацию, кого задержали, кто испытывает давление. Мы должны составить план действий так, чтобы защитить людей. Скоро начнется судебный процесс над одним из сторонников ДВК. Я назову город, это город Алматы. И мы должны, наши сторонники, просто прийти и поддержать этих людей, которые задержаны, которыми криминируются различные статьи в экстремизме и все прочее. Мы должны уметь себя защищать. Продолжение следует... Еще раз, очень важно, чтобы нас было много. Давайте мы объективно поговорим. Да, это первые акции. Мы еще не научились мобилизоваться. Но смотрите, если считать в чате в активист 100 тысяч человек, даже разбросанных по Казахстану, но если бы даже 5% из них было на этих митингах, это было бы 5000 человек. Вы видеокартинки видели. В Алма-Ате было более 200 человек на митинге. Ну, где-то, наверное, еще такое же количество, не знаю, задержали, не пропустили. Может, 500 человек не пропустили. В Астане было тоже приблизительно 200-300 человек. Тоже такое же количество не пропустили. В целом, я думаю, по стране было там людей, которые шли, не больше там полутора-двух тысяч. Получается, от всего чата было всего лишь максимум там 1% на этих митингах. Но и то не факт, потому что мы делали заявление и приглашали на митинг через YouTube, Instagram. Были семьи тех, у кого родственники сидят в тюрьмах. Поэтому активность вот именно наших сторонников именно на митинге была не очень высокой. Давайте объективно смотреть. Да, сейчас в следующей акции мы мобилизуемся, у нас будет больше. Но вы все должны объективно посмотреть, сколько нас в чате, посмотреть, сколько в реальности было там, может быть, по всей стране полторы-две тысячи. И для себя сказать, что, наверное, из тех сторонников, которые были в чате, всего было около 1% из центрального чата активистов ДВК. Всего лишь около 1%. Вы же понимаете, какой у нас резерв для того, чтобы мы добились результата. Продолжение следует... То есть вы понимаете, да? Когда я обращаюсь, говорю, что, ребята, нас должно быть много. Мы к 1 июня должны достигнуть численности 450 тысяч человек. Пассивные, именно активность, пассивная, в том смысле, что не нужно идти на митинги, подвергаться риску давления со стороны полиции. Вот пассивная активность, она, к сожалению, невысокая. То есть мы уже обсуждали с вами. Нас где-то около 180 тысяч человек в этом чате. Если каждый из вас приведет 5 человек, нас будет уже миллион. Еще плюс миллион. Вот. Даже если считать активных, нас будет 50 тысяч человек, вот из всего этого, объединенных со всех чатов. Если каждый из вас приведет 5 человек, мы сразу прибавим численность на 250 тысяч человек. То есть две вещи. Есть пассивная активность, это просто вовлечение сторонников наших в ДВК путем их убеждения, рассказывать о наших программах. Это абсолютно безопасный путь. Здесь у нас есть много возможностей. У нас объем именно поступающих низкий еще. И второе. Вы, я вам еще раз говорю, что от всего чата на митингах было около 1%. Вот объективная реальность. То есть, если на митинги выйдут хотя бы 10%, от нашего чата и ядро будет порядка 10 тысяч человек. Вы же понимаете, что к этим 10 тысяч человек сразу добавятся те люди, которые через YouTube или каким-то образом другие каналы узнают о проведении митинга последующего и добавятся. То есть, у нас резерв колоссальный есть в нашем чате. У нас не более 1% от всего чата присутствовал на митингах. Не более 1%. Если мы добедем до 10%, даже, уже это будет являться грозной силой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Еще я хотел бы сообщить вам важную информацию. Вы знаете, что буквально за последние 2 недели освободили 4 человека. Вот буквально вчера, по-моему, Кушепаева освободили из Ахтау, это профсоюзные руководители. Я скажу так, я занимаюсь тоже защитой за рубежом. И вы понимаете, что все эти люди освобождены четко, потому что была активность со стороны демократического выбора Казахстана, которая работала с различными международными правозащитными организациями. Мы выступали в Европейском парламенте, и на Казахстан было оказано серьезное давление. Именно поэтому власти Казахстана выпустили из тюрьм несколько человек буквально за последние 2 недели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ни у кого не должно быть иллюзий, что власть якобы добрая, что-то передумала. Нет, не в этом дело. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что власти Казахстана отпустили тех людей, которые очень известны, широко известны за рубежом. Известны почему? Потому что были протесты с нашей стороны, потому что правозащитные организации регулярно эти имена озвучивали в европейских структурах. И вот у нас сейчас как получается? Некоторые люди, которые были активистами ДВК, которые попали под пресс в Комитет национальной безопасности, они неизвестны, их имена никто не знает, знаем только мы. Родственники не дают возможность, поддерживают контакт с ними. Не давали возможность, мы в свое время подтягивали адвокатов. Они отказывались от такой помощи. Я хочу, чтобы вы передали этим родственникам, если вот наши протестующие будут неизвестны, они не будут получать международную поддержку от правозащитных организаций. А как они им окажут поддержку, если их никто не знает? Они реально выйдут из тюрем, их реально не будут штрафовать, их реально режим не будет преследовать. Если их имена будут известны, мы широко поднимем везде, по всему миру их имена. Поэтому, ребята, обратитесь, пожалуйста, тем, кто каким-то образом сейчас подвергается репрессиям, чтобы они открыто озвучивали, давали интервью международным изданиям, которым мы вовлекаем в этот процесс. Чтобы они заполняли анкеты, чтобы они рассказывали о своих проблемах, мы их имена широко поднимем по всему миру. Это единственный способ нормально защититься. Иначе просто они посидят год-два в тюрьмах, или даже больше, и не будет никакой защиты. Здесь пишут, что многие не знали о том, что пройдет митинг. Ну, давайте так рассуждать. Что значит многие? У нас миллионные просмотры в Ютьюбе, сотни тысяч в Инстаграме, в Фейсбуке. Но давайте так рассуждать. Минимум несколько миллионов человек, минимум, знал о митинге. Я могу сказать, гарантированно знал один миллион. Ну, что это такое, когда миллион знает, и мы говорим, вот, люди не знали, и по всей стране собрали там полтора тысяч человек. Ну, как это так? Даже одного процента от этого, те, кто знал, было. Это не аргумент. Люди знали, знали очень хорошо, основная масса знали. Вот, и говорят, вот, в селах не знали. Ну, в селах они не доедут. У нас в городах живет 12 миллионов человек, из них несколько миллионов точно знало. Поэтому давайте себя не обманывать. Для организации митинга массового нам достаточно было 10 тысяч человек. Как вы знаете, 10 тысяч человек не было. Что вы хотите сказать, что 10 тысяч не знало? Миллион человек не знало. Не так? Откройте YouTube, просмотры. Мы две недели непрерывно давали рекламу. Поэтому минимум миллион человек точно знало. Понимаете? И не в этом дело, что не знали. А дело в том, что люди в основном боялись. В этом была основная причина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот еще здесь мне пишут, что основной упор на город, но нужно привлекать и село. Ребята, надо уметь делать приоритет, расставлять акценты правильно. Еще раз я говорю, в городах живет 12 миллионов человек. Они все сконструированы в основном в городах. Но какой смысл тратить энергию и силы ехать в какое-то небольшое село? Ты пока до него доедешь, пока ты пройдешь по дворам. Это неэффективно. Понимаете? Основной упор – города. Потом эти люди из сел куда приедут? Где они будут жить? Кто будет им оплачивать дорогу? Вы думаете вот просто об экономике. Мне вот один человек сказал, вот надо в один город собрать 10 тысяч человек, привезти с разных городов. Ну вы где тысячу человек найдете, которых лично знаете? Вот мы из центра. Откуда мы знаем тысячу человек? Мы в общем делаем заявление, всех призываем. Во-первых, вот даже чтобы тысяча человек приехало, им нужно доехать, разместиться, где-то ночевать. Несколько дней нужно провести. Кто будет оплачивать дорогу? Из каких средств? Вы когда говорите, давайте деньги собирать, вы не соберете деньги, потому что счета власть заблокирует. Давайте быть реалистами. Вы просто возьмите каждый элемент, сами посчитайте. Сколько стоит дорога, сколько стоит проживание, сколько стоит питание. Потом эти люди должны отпроститься с работы. Когда вы начнете весь механизм детально считать, выяснится, что ваши идеи провальные. Еще раз говорю, наши сторонники в городах, в городах 12 миллионов человек живет. Нам достаточно 1 миллион человек. То есть менее 10% тех, кто живет в городах, нам достаточно их убедить, перетянуть на свою сторону. И все, все вопросы будут решены. Не надо отвлекаться на неприоритетные вещи. Приоритет это города. Здесь комментатор правильно говорит. Знали, что митинг будет 10 числа. Просто боялись. Надо знать правду. И не пытаться себя обманывать. Говорить, что вот в село он не знал, то он не знал. А в селе живет 40% населения. Основная часть живет в городах. И основная часть знала, что будет 10 числа митинг. Но я как говорил, когда кто-то фантазировал, говорил, а вот, а если у нас будет сотни тысяч, давайте мы вот сразу в один день все изменим. Я говорил, что это нереально. Не живите фантазиями. Процесс построения организации, вывода людей требует времени и подготовки. Сначала у нас выйдет небольшое количество, потом больше. Мы будем наращивать численность. И через какое-то время мы достигнем сотен тысяч, как в Армении. И мы на пути к этому. И в Армении это происходило не так, чтобы вы увидели по телевизору, все, раз, несколько сот тысяч человек вышло. Нет. Они к этому долго шли. И мы уже идем к этому. Поэтому давайте лучше быть трезвыми и четко делать анализ всех ошибок и понимать, в чем суть проблемы была. Лучший способ, чтобы у людей страх пропал, чтобы нас было много. Тут задают вопрос, как вышибить страх у людей. Лучший способ, чтобы нас было много. И когда нас много, страх пропадает. Страх появляется у режима. Полиция переходит на сторону народа. Армия переходит на сторону народа. Все перейдут на сторону тех, которых много. Именно поэтому я все время говорю. Наша задача. Первая пассивная. Быстро нарастить численность чата в ДВК. Это невозможно путем механического присоединения людей. Это возможно после активной работы среди ваших знакомых, родственников и друзей. У каждого человека минимум пять человек есть, которых он может убедить, привлечь. Для этого нужно читать программу и людей убеждать. Не просто механически присоединять, а именно убеждать. Тогда мы быстро вырастим. Здесь мне спрашивают, как себя вести людям, у кого работодатель запрещает. Эти митинги мы будем проводить в субботу-воскресенье. Как правило, здесь вынуждены были в четверг проводить, потому что депутаты в это время были. И если бы мы провели в субботу-воскресенье, то не было бы такого эффекта. А тут депутаты приехали, убедились, что есть нарушение прав человека, что Казахстан не выполняет договора. Поэтому мы были вынуждены провести в рабочий день, в рабочее время. Если работодатель не согласен, ну я не знаю, каждый может найти свой выход, договориться, заболеть, еще что-то. Разные пути. Я сейчас не могу советовать миллионам человек или сотням тысяч, как убедить работодателя и прийти на митинг. Это вы сами должны найти решение. Вот здесь комментатор, один из наших соратников, правильно пишет, что когда массово выйдем, тогда у нас все вопросы решатся и страх пропадет. Именно проблема в том, что мы пока еще не смогли организовать, чтобы люди массово вышли. Вот мне здесь кто-то задает вопрос кредитов не платить некоторым гражданам. Ребята, не фантазируйте. Если вы кредит не начнете платить сейчас, банк начнет ваше описывать имущество, начнутся санкции, придут судебные исполнители и так далее. Это нереальные вещи. Вы просто отмоделируйте. Вот вы сейчас сделаете обращение, не платите по кредитам. Это никто не исполнит, потому что у них будет угроза конфискации имущества. Давайте, реальные вещи предлагайте. Одним словом, по митингу мы поняли, что для того, чтобы говорить, что будет все успешно и преодолеть страх, нас должно быть много. Вот этого нужно достигнуть. Сейчас мы достигли, разбудили народ. Мы разбудили международное сообщество, которое смотрит с большим вниманием на Казахстан. Мы добились внимания международных структур, правозащитных организаций. Это очень важно с точки зрения защиты прав и свобод наших граждан. Сейчас наша задача теперь защитить тех, кого потенциально преследовать будет режим или преследовать сейчас. И в этой связи я прошу заполнить анкеты, давать информацию, кого задерживали. Нужны фамилии. Нужен контакт с родственниками, чтобы они раскрылись, не прятались, не боялись. Только так мы сможем защитить. Иначе получится так. Одну группу режим будет выпускать, другую группу будет преследовать. Кого-то даже посадят в тюрьму. Лучший способ – это публичность. Я знаю, что 10 мая наш народ встретился с большим воодушевлением. Вы зайдите в YouTube и везде комментарии почитайте. Зайдите в социальные сети и убедитесь, что это так. Поэтому я оцениваю, что 10 мая это был большой успех. Это был прорыв. И вот эти несколько дней мы анализируем все это и видим, что наша позиция только укрепляется. Это правильный вывод. Здесь у меня спрашивают, говорят еще, что вот нужно разрешение спрашивать. Я хочу еще раз сказать. В соответствии с международными договорами и нашей Конституции у нас есть права выражать собственные свои мысли. А международные договора не требуются получать специальные разрешения и так далее. Тем более, что наши власти их не дают. Один из наших активистов сделал заявку и его прокатили. Наша власть никогда не будет давать разрешение. Поэтому мы свои права будем отвоевывать. Не просить, отвоевывать. Понимаете? Когда мы будем отвоевывать, когда власть будет нас слушать, когда нас будет много, тогда мы можем делать заявки. Вот как в России оппозиция делает заявки. И режим Путина дает. Потому что если не даст, люди все равно выйдут. Поэтому они дают. Вынуждены давать. Там люди отвоевали свои права. И нам тоже нужно их отвоевывать. А не просить, как бедные родственники, чего-то. Мы отвоюем свои права. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь я хотел бы сказать о следующем. В конце мая мы должны провести новую акцию. Она будет в выходные дни проходить. В понедельник мы дату точно озвучим. В понедельник будет эфир прямой в 21 часов. В воскресенье не будет. И мы тогда обозначим дату. Прошу к этому дню свои предложения сбрасывать в чат админам. Какие темы вы считаете злободневной сейчас в обществе. Я хочу единственное напомнить, что 31 мая это день жертв политических репрессий. 31 мая. Это, к сожалению, не выходной день. 1 июня это день защиты детей. Есть в начале июня еще какие-то международные дни, типа экологические. Имеет в виду, что проблемы экологии в Казахстане очень серьезные. Достаточно напомнить вам города Ускамегорск, Темиртау, Караганда, Атрау, Вахтубе, Павлодар, Игибастус. Я могу долго-долго перечислять, но экологические проблемы у нас очень серьезные по всей стране. И тем таких много. И наша задача, чтобы тема митинга подняла очень много людей. Мы ждем от вас предложений. Я сразу говорю, в конце мая, в один из выходных дней, суббота или воскресенье, мы будем проводить митинг. И в понедельник я сообщу точную дату. И до этого дня, я надеюсь, жду от вас предложения, на какую тему нам нужно проводить митинги. Мы не должны останавливаться, мы будем действовать дальше. Цель наших митингов простая. Мы должны тренироваться, объединять народ, решать какие-то проблемы. Потому что каждый этот митинг должен быть нацелен на то, чтобы снять ту или иную проблему, которая отложилась и накопилась в обществе. Свободу политическим заключенным, нет пыткам, еще какие-то темы. Это те задачи, которые мы ставим перед нашей политической организацией, перед обществом и решаем в результате этих акций протеста. Это первое. Второе. Этими акциями протеста мы наращиваем нашу численность. Учимся проводить эти акции, чтобы в нужный момент собрать не менее миллиона человек по всей стране. По всей стране почему? Потому что таким образом полиция будет рассредоточена по разным городам. Они не смогут переехать, например, если вы решите, что нужно делать в одном городе, тогда Назарбаев стянет всю полицию в один город. Мы не должны дать ему такую возможность. В каждом городе крупном, типа Алматы-Астана, полицейских не более пяти тысяч. Если мы выведем 50-100 тысяч человек, полиция будет на стороне народа, потому что нас будет много, я имею в виду, в этих городах. А по всей стране мы должны вывести не менее миллиона человек. Поэтому эти митинги – это решение текущих проблем сначала, первая часть, вторая – подготовка к смирной смене режима. Здесь вот пишет один комментатор, пока 450 тысяч не наберем, лучше митинг не делать. Вы не правы. 450 тысяч – неизвестно, когда мы соберем. А если будем действовать, каждый раз будем на слуху, мы будем оказывать давление, тренироваться, учиться. То только после этого мы можем быть уверены, что соберем действительно 450 тысяч человек. Понимаете? Вот эти вот как боксом сравнивать. Для того, чтобы стать чемпионом, нужно не только тренироваться, но и на ринг выходить. Разные бои, меньше, больше, менее сильными противниками, постепенно вырастет до чемпиона. А здесь вот сразу набрать полмиллиона, и после этого уже получать результат не получится. Мы не сможем набрать без тренировок, без организации, без того, чтобы выявить лидеров. В каждом регионе должны быть лидеры, и должен быть не один, их должно быть сотни и десятки. А это делается в результате этих акций. Мы должны набрать при ДВК наиболее сильных и последовательных, стойких людей. Слабые люди, они будут пугаться, они будут отваливаться, и мы должны собрать тех, кто пойдет до конца. Понимаете? И только митинги, они вот таких людей собирают. И только митинги, потом возникают проблемы у разных людей. Мы, пытаясь защитить людей, вырастаем сильно, как организации, проверяем наших людей на стойкость, и только так мы можем добиться успеха. Вот здесь говорят, что очень сильно волнует казахстанцев концлагеря Китая. У нас концлагеря внутри страны, у нас люди умирают в сельской местности внутри страны. Давайте, ребята, мы сначала научимся проблемы решать у себя в стране. А то вот Кемерово происходит вот эта трагедия, у нас тысячи людей выходят с шарами. Тысячи! Где-то в Мьянме там мусульман, говорят, преследуют. У нас тысячи людей что-то пишут, возмущаются. Как проблемы у нас в стране, в наших концлагерях мусульман мучают, пытают. Звука никто не произносит. Тишина! Надо научиться нам решать проблемы сначала внутри страны, объединяться. Потом мы будем двигаться дальше, расширяться. Давайте мы научимся здесь, в нашей стране добиваться результата. Мне здесь задают вопрос. 21 мая, что за митинг, кем организовывается? 21 мая демократический выбор Казахстана не организовывает митинг. Я призываю наших сторонних ДВК идти сейчас только на те митинги, которые мы организовываем. Нас специально будут дробить. Дробить будут на кусочки. Нас специально будут подставлять разные организации, типа брюссельской капусты, появляться, растаскивать нас, вводить в заблуждение. Мы шаг за шагом будем организовывать именно свои митинги, объединять вокруг ДВК людей. Не надо отвлекаться, не слушайте никого. ДВК это ваша организация. Все остальные это подставные структуры. Они пытаются сейчас за счет волны, которую мы создаем, приспособиться, выскочить. Не верьте никому. Сейчас единственная оппозиционная сила это демократические выборы Казахстана. И это мы с вами. Это мы с вами сейчас делаем и меняем. Новых пока нет и не появится. Итак, в конце мая мы организуем следующий митинг. Темы мы примем в ближайшие дни. Ждем от вас предложения. И тема должна быть такая, которая всех затрагивает. Затрагивает внутри страны. Не где-то в Китае, а внутри страны. Потому что только внутри страны мы можем объединить людей, не в Китае. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы сейчас, так получилось, выработали свой стиль. Голубой и синий. Наши голубые шары стали символом свободы. Они известны по всему миру. Вчера у меня из Америки звонили. Они были в шоке, что три шара наши полицейские следователи арестовали. Они не могли поверить, что вообще такое возможно. То есть синий шар наш, символ свободы, стал известен по всему миру. Еще пройдет какие-то полгода, это будет массово известно. Об этом будут снимать фильмы. Поэтому наш символ, наш цвет нашего движения надо беречь, продвигать и не отказываться. И не говорить, давайте красный, желтый и так далее. И чтобы вы понимали. Ну повесите вместо синих белые шары или красные, ничего не изменится. Власть будет говорить, что вот это ДВК озвучила. И все, что связано с ДВК, они будут преследовать. И не нужно никаких иллюзий. Что если мы переименуем движение, сделаем по-другому, не ДВК, а так еще как-то нас не заметит. Новую бумажку выпустят, им нужно, ИСИСКО суда. Им выпустят эту бумажку, они каждый минуту могут шлепать эти решения. И никому не показывать. Поэтому нам смысл с мошенниками играть в шулерские игры. У нас есть движение ДВК, он сейчас широко известен. Еще полгода пройдет, он будет массово известен. И нам надо оценить наш цвет, наш шар, который стал знаменитым. И наше название Организации ДВК. Будем его продвигать и делать известным его по всей стране. И наше название Организации ДВК. Родственники не скрывали этих людей, чтобы они публично проявлялись. В-четвертых, мы должны этих людей защитить. Если не будет необходимо, мы должны организовывать массовые митинги и их поддержку. Массовые митинги. И приходить в суды в каждом населенном пункте, где полиция создает им проблемы, вызывать их в суды. Приходить и поддерживать. Чтобы у нас не было такой ситуации, как с Максом и Толгатом, когда вроде вывели 4000 человек на митинг в Атрау, а к суду даже 20 человек не пришло. Мы должны уметь себя защищать. Вот тот лозунг «один за всех, всех за одного» должно работать. Тогда власть нас будет бояться. И дальше нам нужно наращивать численность чата. Не забывайте, 1 июня не за горами, осталось мало времени. Мы должны выполнить наши планы. У меня здесь спрашивают, что насчет режима Назарбаева думает в Европе. Они думают однозначно. Это коррумпированный, мафиозный режим, где нарушаются права человека, где Назарбаев крадет ресурсы страны миллиардами. Чтобы вы понимали, Европа уже имеет ясное представление, кто такой султан Назарбаев. И наш народ тоже это знает. Но пора не просто знать, а выгнать его, снять с этой должности. Поэтому мы должны тренироваться. Итак, в конце мая мы проводим еще акции. В июне будет как минимум две акции. День рождения Назарбаева мы сделаем очень веселым. 6 июля мы тоже заранее объявляем акции по всей стране. Поэтому у нас и май, и июнь, и июль будут очень активными. Давайте работать. 1 июня набираем наших сторонников 450 тысяч человек в чатах. В конце мая мы выйдем на массовые митинги по всей стране. Теперь мы уже провели одну серьезную акцию. И будем проводить дальше, не опаздывать, четко организовываться, выходить с плакатами, строить ячейки. Вот мы от акции к акции будем тренироваться. Я на сегодня с вами прощаюсь. Встречаемся в понедельник в 21 часов в Сау-Волгсдар. До встречи в понедельник в 21 часов по Астане. И жду от вас предложений, тему митинга в конце мая. Сау-Волгсдар. Сау-Волгсдар.